МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И первый вопрос, что же такое глаукома? Глаукома – это хроническое заболевание глаза, к сожалению, достаточно распространенное, причиной которого является нарушение дренажной системы глаза. Основными, наиболее значимыми симптомами является повышение триклозного давления, от которого, в общем-то, и возникают все нарушения в дальнейшем глазу. То есть глаукома, к сожалению, может закончиться атрофией зрительного нерва и полной потерей зрения. Слепотой. Полной слепотой, да. То есть это основная причина? Это основная причина. И коварство заболевания заключается в том, что в начальной стадии заболевания пациент не ощущает никаких неприятных симптомов, практически бессимптомно проходит начальная стадия заболевания. Такие симптомы, как сужение поли зрения, снижение остроты зрения, появляются уже в далеко зашедшей и развитой стадии глаукомы, что, в общем-то, мешает правильно лечить и сохранять зрение пациента. А далеко зашедшая стадия – это уже какой период? Через полгода или через два года? Это индивидуальный уже процесс идет в зависимости от степени атрофии волокон зрительного нерва, в зависимости от высоты внутриглазного давления. А какая категория граждан подвержена риску возникновения глаукомы больше? Глаукомы болеют люди в основном после 40 лет. После 40 лет статистика говорит так, что 2-3% населения после 40 лет страдают глаукомой. После 60 лет процент повышается до 13-16%. То есть, чтобы избежать потери зрения в результате глаукомы, после 40 лет необходимо регулярно обследоваться у офтальмолога, регулярно проверять внутриглазное давление. А период посещения врача? Есть раз в году при нормальном внутриглазном давлении и отсутствии каких-то подозрений на возникновение глаукомы вполне достаточно. Если возникают какие-то подозрения, то частоту визитов определяет врач. А при любом возрасте посещение раз в год лучше? Или, например, с возрастом чаще лучше посещать? В принципе, после 40 лет, до 50 лет, можно раз в 2 года. Дальше раз в году обязательно нужно контролировать внутриглазное давление. А передается ли данное заболевание по наследству? Да, основным фактором наследственность, конечно, является. Поэтому, если есть у кого-то в роду родственники, которые болели глаукомой или болеют, обязательно надо обратить на это внимание и регулярно обследоваться, чтобы вовремя выявить данное заболевание. А насколько мне известно, существуют острые приступы глаукомы, которые внезапно начинаются у человека. То есть, каковы симптомы острого приступа и что в первую очередь нужно делать? Ну, начнем с того, что есть два типа глаукомы, основных там закрытоугольная и открытоугольная. Открытоугольная глаукома протекает так, как я описал. Это процентов 80-90 всех случаев глаукомы. И процентов 10 – это случаи закрытоугольной глаукомы, которые проявляются острыми приступами. Острый приступ протекает очень неприятно. То есть, возникают острые боли в глазу, сильные головные боли, вплоть до рвоты. И самому снять практически в домашних условиях это невозможно. Поэтому необходима экстренная госпитализация и лечение в стационаре. А острый приступ глаукома, он у человека, у которого не было раньше этого заболевания, или уже оно могло у него протекать и при этом прошел приступ вот таким образом? Оно, ну, это связано с особенностями анатомического строения глаза. Пациент мог до этого и не знать о том, что у него глаукома. И оно могло проявиться вот в один день, грубо говоря, внезапно. Ясно. Ну и вопрос очень интересный в плане, возможно ли данное заболевание вообще вылечить самостоятельно, ну, скажем, народными какими-то методами или только? Народными методами, к сожалению, вылечить это невозможно. Без наблюдения грамотного врача результат будет плачевен, если кто-то попытается это вылечить сам. Даже при постоянном наблюдении и лечении не всегда удается стабилизировать антроглазное давление консервативным путем. И приходится идти на оперативное лечение. Если в двух словах, вот диагностика заболевания. Приходит человек к врачу и какая диагностика заболевания? Ну, в первую очередь, в первичной диагностике проверяется острота зрения, поля зрения, внутриглазное давление проверяется. Если есть какие-то сомнения, то это все производится в первичном звене, то есть в поликлиниках. Если у врача-офтальмолога поликлиники возникают какие-то вопросы, какие-то сомнения, он посылает на дообследованный стационар, либо в глаукомный кабинет, который у нас открылся в городе Севастополе. С мая месяца 2015 года на базе первой поликлиники, первой городской больницы, который оснащен современным оборудованием именно для диагностики своевременной глаукомы. Давайте подробнее поговорим о медицинском лечении, то есть каким образом можно избавиться от этого заболевания, и существуют ли в Севастополе какие-то новые методики, про которые Вы говорите, кабинеты и так далее? К сожалению, полностью избавиться от этого заболевания невозможно. Это заболевание хроническое и, скажем так, на всю жизнь. То есть оно требует постоянного наблюдения, постоянного лечения, постоянного контроля. Начинается лечение сначала консервативными методами, то есть банальное закапывание капель при постоянном обязательном контроле внутриглазного давления. То есть сначала назначается один вид капель, если доктор видит, что это неэффективно и давление не стабилизируется, он дополняет еще, то есть есть разные варианты комбинации консервативного лечения. Если уже наступает такой момент, что капли не помогают, существуют различные виды оперативного лечения, начиная с лазерного лечения, то есть малоинвазивного, бескровного, так скажем. Это уже второй этап лечения. Если уже не помогает это, то мы идем на оперативное лечение в условиях стационара, в условиях операционного. То есть существует несколько типов операций, но все они сводятся к тому, чтобы улучшить отток жидкости, облегчить циркуляцию жидкости внутриглаза, чтобы стабилизировать внутриглазное давление. То есть у нас в глазном отделении Первой городской больницы недавно появились один из самых современных методов лечения, это постановка антиглокомных дренажей, которые на очень длительный срок стабилизируют внутриглазное давление и, соответственно, сохраняют пациенту зрение. Последнее слово, скажем так, высокие технологии в лечении галукомы. Дренажи достаточно недешевые, но мы это все делаем бесплатно по линии ОМС, то есть обязательно медицинского страхования при наличии полиса все это делается бесплатно. – И лазерная коррекция, скажем так, у вас тоже это присутствует? – Лазер на сегодняшний день мы ждем по программе модернизации, там в течение пару месяцев лазер у нас будет. – Ну что ж, давайте теперь поговорим о катаракте, что это за заболевание и чем же оно отличается от галукомы. – Катаракт – это немножко другое заболевание, то есть это заболевание, связанное с помутнением хрусталика. – Хрусталик – это, образно говоря, такая живая линза у нас в глазу, которая выполняет функции фокусировки лучей света на сетчатку и формирование четкого изображения. То есть в норме хрусталик у нас абсолютно прозрачен, он не имеет ни сосудов, ни нервов. Если в нем появляются какие-то помутнения, это называется катаракт. То есть, соответственно, чем больше помутнение, тем меньше хрусталик пропускает солнечных лучей, лучей света на сетчатку, и четкость изображения, соответственно, теряется. – А каковы причины вот этого помутнения? Из-за чего это? – Ну, в первую очередь возрастные тоже. Генетический фактор играет не последнюю роль в этом. обменные нарушения различного характера. Тут же сахарный диабет, интоксикация различного плана, лучевые воздействия. То есть, если человек работает со СВЧ-излучением, то тоже надо периодически наблюдаться и по поводу возникновения катаракты. – А причины возникновения могут быть только механические какие-то или еще могут быть? Но почему возникают катаракты? – Причина возникновения катаракты – это не механические, а в основном механические – это травматические катаракты. Это тоже имеет место быть, к сожалению, но это, к счастью, нечастые случаи. В основном нарушение трофики хрусталика, потому что, как я уже говорил, он не имеет собственных сосудов и питается путем диффузии, скажем так, питательных веществ из-за внутриклазной жидкости. И он очень чувствителен к нарушению обмена веществ. Соответственно, прозрачность клеток хрусталика теряется и возникают помутнения. – Осложнения могут быть вплоть до слепоты? – Да, если уже хрусталик полностью теряет свою прозрачность, то пациент… ну, остается фактически только светоощущение. Но катаракта в плане оперативного лечения гораздо более благоприятна, если сравнивать, допустим, с глаукомой. Катаракта – это не приговор. И если у пациента нормальное состояние сетчатки, она здоровая, зрительный нерв не задействован, никаких там патологических процессов нет, то после операции по поводу катаракты, после замены хрусталика, зрение может полностью восстановиться, вплоть до 100%. – Тут только оперативное вмешательство? – Катаракта лечится только оперативно. – Хорошо. Ну и, конечно же, методики лечения, вот насчет оперативного. Какое оборудование сейчас существует в Севастополе, какие-то современные методики? – У нас для лечения катаракты сейчас мы получили в достаточном количестве все расходные материалы, то есть у нас есть хрусталики мягкие, которые позволяют имплантировать этот хрусталик через разрез 2,2-2,4 мм, то есть с малоинвазивным методом. Все расходные материалы для этого тоже есть. В ближайшие 2 недели мы ждем аппарат «Файкоммассификатор», который нам позволит это делать, то есть привести практически хирургию катаракты в амбулаторное русло, и пациенту даже не надо будет находиться после операции в стационаре. То есть операция проходит 15-20 минут. Реабилитация очень быстрая за счет того, что разрезы минимальные, швов никаких в этом не накладывается, неприятные ощущения, соответственно, тоже минимальные, общих наркозов никаких, не предусмотрен общий наркоз, поэтому нагрузки на организм никакой при этом нет. – А осложнения после такой операции возможны? – Ну, осложнения возможны после любой операции, но чем более высокие технологии используются, чем меньше разрез, соответственно, осложнения сводятся к минимуму, потому что меньше, скажем так, ворота для инфекции послеоперационной, быстрее проходит реабилитационный период, пациент гораздо быстрее возвращается к нормальному образу жизни абсолютно. – А если вернуться к симптомам, то могут быть еще, кроме помутнений, какие-то симптомы у человека? Головная боль, например? – Нет, катаракта не приводит к головным болям. То есть основной симптом – – да, это снижение остроты зрения, появление тумана, ну, постепенное его снижение. – Хорошо. В перспективе какое-то оборудование еще подобное? – Ну, мы еще получим в конце года оборудование компьютерный когерентный оптический томограф, что позволит нам заниматься на более высоком уровне патологией сетчатки уже. То есть это уже немножко другое заболевание, но тем не менее, не менее значимое, чем катаракта и глаукома, потому что патология сетчатки приводит к потере зрения, к сожалению, достаточно часто. – И последний вопрос. Статистика глаукомы и катаракты. Насколько часто люди обращаются с данными проблемами? – Ну, как я уже говорил, что по поводу глаукомы после 60 лет это около 13-16%. Катаракта – это заболевание, которое, к сожалению, сейчас процент растет с каждым днем, учитывая увеличение продолжительности жизни людей. Ну, в общем-то, это не самое страшное заболевание, которое может быть, которое успешно лечится и успешно можно восстановить зрение. – Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Это была программа «В контексте». Я желаю вам всего доброго и будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова